Теплый пол тоже очень хорошо помогает высушить ботинки. Покупайте ботинок, сделайте пол. У вас всегда должен быть ремкомплект на то, что вас отвалится. Почему? На сноуборде в одну сторону удобнее, а на лонгборде, на скейте в другую сторону. Проверяйте свое оборудование, подкручивайте. Периодически. Да, все это откручивается. Катание должно приносить радость и удовольствие. Всем спасибо, что вы пришли в этот прекрасный день на лекцию. Мы в прошлый раз рассказывали про доски. И сегодня мы затронем очень важную тему с Сашей, как выбрать тот самый ботинок. И мы будем сегодня рассказывать. Мы из проекта Jumbo. Сейчас будут слайды. Если что, это школа экстремального спорта. И мы где-то пол жизни отдали и будем отдавать катанию и обучению. В основном на досках. И у нас клуб. Сюда можно к нам написать, зайти, прийти. Мы скажем, что мы думаем о катании. И с нами можно куда-нибудь поехать, покататься. Это основные участники школы, педагоги. Здесь есть Саша, Андрей, Юля. Где-то работают сейчас. Но команда большая. Вот, скажем, года мы растем. Лекция не только про ботинки, а также мы поговорим про крепление. Мы сегодня с Сашей много чего принесли. Что-то свое, что-то из магазина. Есть новинки. Есть что-то старое. И мы попытаемся ответить на все эти вопросы. План мы не будем показывать. Для кого лекция? Кто сейчас смотрит прекрасный YouTube и кто пришел? Естественно, для новичков ваш первый ботинок. Потому что очень много вопросов. Многие вообще не знают, как подобрать алгоритм. Для тех, кто уже катается, делает повороты, средний уровень. Саня, для тебя средний уровень. Это кто? Это кто уже делает повороты. Да, кто делает не просто повороты, а кто может отличить повороты, например, с проскальзыванием, отрезанного поворота, может резанный поворот сделать. Вот, это уже такой средний уровень. Да, потому что мы сталкиваемся, что неважно там скейт, скайт либо сноуборд, люди катаются-катаются, потом приходят к нам и полностью обновляют оборудование. Допустим, вчера или позавчера люди там, не знаю, приходили ко мне, и они покупают новые доски, там новые трапеции. Поэтому кто уже катается, если вы чувствуете дискомфорт, возможно, после лекции вы поменяете ботинки, либо сделаете какие-то манипуляции, что их улучшите. Вот, и также есть настройки, потому что у нас все-таки мы с вами катаемся на оборудовании, и у него есть куча настройок, сегодня мы расскажем. И эти настройки очень тоже влияют на катание. Мифы! Возьму самый крутой и дорогой бренд. Дороже или круче не всегда лучше. Самый лучший ботинок это тот, который лучше всего на вас сидит. Если вы пришли и померили некоторые ботинки из линейки, которая представлена в магазине, и вам подошел бренд, который особо не на слуху, а брендовые вещи меньше подошли, то лучше взять, конечно, тот, который удобнее сел, несмотря на то, что он как бы менее известный. Поверьте, когда вы будете кататься, и вам будет давить ногу, и это будет какой-то известный бренд, вам будет все равно, что это очень дорогой хороший ботинок. Да, он не доставит вам удовольствия. Сделаю заказ через интернет, не буду мерить. Тоже ошибка, потому что даже зная свой размер и покупая ботинок, вы можете столкнуться с тем, что он может оказаться узким, или наоборот слишком широким, или там будет много места над пальцами, или будет болтаться пятка, хотя по длине он будет вам подходить. Поэтому обязательно мерить. Возьму самый жесткий и буду гонять, как в фильмах во фрирайде. Тоже заблуждение, потому что чем жестче ботинок, тем сложнее его продавить. А нам очень важно, чтобы вы умели продавливать ботинок, потому что если жесткий ботинок, и вы попробуете в нем присесть, то вместо приседания вот такого вот, у вас будет отклячивание таза назад, потому что голенью вы не сможете продавить ботинок. Ваша задача — уметь продавливать ботинок, чтобы вставать в стоечку. Добавлю от себя, когда я начинал заниматься фрирайдом, тоже почему-то был такой миф, что нужно только хардкор, только доска Джонс флагшип, какие-нибудь там мега-делюксы, о, не делюксы, Бёртон, Ион, Икс Драйв, какие-то там помнишь были? Драйв Икс. И почему-то, да, все это поддерживали, а когда, ну, я уже научился кататься, стал этому обучать, и оказывается, что люди катают простой рельеф шерегеша, поля, там до 30 градусов, и вот такой мега-жесткий ботинок для паудера, он вообще не нужен, вот, и все. Я все это порвал, и сейчас катаю. Да, вот мы сейчас вот с Андреем пришли к такому мнению, да, уже покатавшись много-много лет, что мягкий ботинок дает тебе больше диапазона движения, да, ты можешь в больших, скажем так, в больших направлениях смещаться, то есть как-то больше тебе свободы дает, не сковывает твои движения, потому что жесткий ботинок, это такой ботинок, который от тебя требует много усилий, вот, и с ним быстрее устаешь, вот, а когда ты устаешь, уже кататься не хочется, а кататься хочется много, поэтому уставать нужно мало, вот, поэтому лучше выбирать ботинок, который не забирает у тебя ресурсы на борьбу с ним, вот. Все бренды одинаковы по размерам? Нет, не все бренды одинаковы по размерам, они, может, даже если они по длине одинаковы, то внутренности ощущаются по-разному, то есть мне, например, не все ботинки подходят, то есть одни ботинки я одеваю, у меня там пятка гуляет, вторые одеваю внизу узко, вверху широко или наоборот, вот, то есть нужно подбирать именно то, что подходит под вас, потому что внутренность, внутреннее пространство ботинка у всех разное, вот, поэтому если вам один ботинок подошел, вот, там, например, у меня размер US11, это не значит, что мне все остальные US11 других брендов подойдут, нет, абсолютно не так. Возьму крепление на вырост, ведь я скоро буду круто кататься. Крепление на вырост имеется в виду, что пожестче, нет, не надо брать пожестче, жесткие крепления передают более точно ваши усилия на доску, ваши действия, но также они, когда вы учитесь, передают и ошибки, также точно на ваш сноуборд. Вот, поэтому, когда вы только учитесь кататься, у вас очень много ошибок, и представьте, что эти очень много ошибок передаются на доску. Вот, вы будете очень много падать, вас опять же будет сковывать, вам будет сложнее переносить, возвращать вес, все это изучать, Поэтому лучше брать мягкие и средние на начальном уровне. Это фраза о том, что вы многие насмотрели YouTube, начитались всяких статей и думают, что если вы купите топовую доску, либо очень крутую доску, короче, очень важно, оборудование, то вы будете так же ездить. Нет, это очень большой миф. Если там будет написано Джереми Джонс, Трэвис Райс, такого не будет. Как сказал Саша, оборудование должно помогать вам развиваться. И, скорее всего, оно будет максимально комфортное, удобное, прощать ошибки, и все это будет юркое, плавное, кайфовое. Да, оборудование должно вас сковывать. Вы должны себя чувствовать не скованным на нем. Когда вы научитесь уже правильно распределять свой вес, перемещаться, правильно давить в нужное место, тогда уже можно говорить о жесткости. Ботинок никогда не потеряет жесткость. Нет, ботинок теряет жесткость. Со временем он становится мягче. Еще есть такой момент, что когда вы меряете в магазине ботинок, то в магазине у вас температура плюс 20, сколько, 20, да, там, допустим. А когда вы выйдете на склон, температура будет минусовая, особенно если там минус 20, то ботинок будет уже ощущаться гораздо жестче. Вот это тоже нужно понимать, что если вам в магазине жестко, то потом будет еще жестче, когда вы начнете кататься. Ботинок, да, теряет жесткость. У меня около 100 дней катания в сезоне, и мне ботинков, если хороший ботинок, хватает примерно на 2,5-3 сезона. Вот, везет. Да. Занимаюсь феррайдом, где ты постоянно ходишь по разному рельефу сезон. Даже меньше. Так, ты все закончил? Куплю ботинки в последний момент. Вначале же доска и крепы. Тоже миф, потому что ботинки – это вообще самое важное в нашем оборудовании. Ну, если рассматривать среди сноуборда самой доски, крепы и ботинок. Ботинки самые важные, потому что какая бы ни была у вас крутая доска, если вам ботинок давит, вы будете думать не о доске, вы будете думать о том, что вам давит ботинок. Соответственно, не будете получать удовольствие от катания. Вот. А если у вас удобные ботинки, все, там уже особо не особо важна какая доска. Вот. Поэтому первое – это удобство вашей ноги, потому что это то, с чем вы… Первое, что вы ощущаете на себе, это удобство ботинка. Все остальное уже идет дальше. Вот. Ботинок давит, все. Катания нет. Какие свои параметры нужно узнать? Так. Я могу рассказать? Да, Андрей, давай расскажи. Очень важно понимать вообще, какая у вас нога, потому что многие не знают размер, длина стопы в сантиметрах, ширина. И у многих есть проблемы со стопой, и есть проблемные участки. Если это есть, и вы это знаете, то мой большой совет – пойти к ортопеду, который вам скажет, и потом подбирать определенные стельки под это. Там есть формовка ботинок. Это очень важно, потому что вы можете подобрать правильные ботинки, но из-за того, что ноги у вас разные, у вас нога одна может быть длиннее, другая короче, наклон. Там очень много нюансов. Вот. И это нужно изучить. Вы когда придете в магазин, вы будете все это мерить. Там будет специальная линейка, и этот параметр надо прям узнать и знать. Второе – это… Не второе, а дальше. Это ширина стойки в дальнейшем. Вы поймете методом, вам инструктор покажет, вы будете расширять, сужать. Это тоже очень важно. Нужно знать свой уровень катания. И многие думают, что они где-то там наверху. На самом деле, можно просто прислать видео либо прийти к инструктору, и он вам скажет, где, куда, и тоже скажет, да, советы, куда развиваться даже по оборудованию. Есть еще общая физическая подготовка, и она очень сильно влияет. Очень сильно. И если райдер физически слаб, то будет очень сложно продавливать жесткий ботинок. Вот. Ну и кататься тоже сложно. Возраст пол, дети, мальчики, девочки. Допустим, у девочек другое строение ноги, икры, и тоже это очень важно. Да, икра длиннее, и, соответственно, немножечко они ниже делают производителя. Да, ниже и мягче, да. Дети, многие там покупают им больше ботинок на вырост, либо, ну, это все уже другая лекция, но вы должны учитывать. И стиль. Стиль, он формируется тоже годами. Вы должны попробовать разные стили, чтобы понять, как вы хотите кататься. И все. Это не значит, что вы сразу знаете ответы. В процессе вы будете на эти вопросы отвечать, и, ну, первое, нужно узнать размер своей ноги. И если у вас склёпло, ну, нормальные стопы все круто, если нет, то изучить проблемы в участке. Это вкратце. Зачем нужен ботинок и его сдача, Олег Столбов? Да, ботинок нужен для того, чтобы передавать усилия вашей ноги на кант доски. Да, потом для того, чтобы сохранять тепло, комфорт, чтобы нога не мерзла, и безопасность. Да, то есть ботинок, он позволяет защитить вашу ногу там от вывихов, да, потому что он имеет такую прочную форму. Вот, но основное это, ну, мы перечислили. Анатомия. И с чего состоит ботинок? Анатомия. Ботинок состоит из внешнего ботинка и внутреннего ботинка. Да? Да. Ну, здесь пока все. А, что у нас? Ну, у нас там дальше будет слайд. Стельки, шнуровка. Ну, в данном случае шнуровка, но у нас еще есть другие виды шнуровки, о которых мы сейчас расскажем. Вот, ну, следующий, да, это мы так, виды. Вот. Да, и так, у нас есть ботинки со шнурками, есть с системой шнуровки BOA, вот такие крутилочки, которые затягиваются, да, есть спидзон, и есть еще разные разновидности, например... Смешанные стили. Да, смешанные. Когда у вас спидзон с липучками, вот, например, как здесь в Deluxe, либо спидзон и еще вот буашечка для утяжки, там, пяточки здесь. Вот. Вот, и есть еще ботинки для жесткого сноуборда, вот те пластиковые для слаломных видов катания, для слаломных видов катания на жестком сноуборде, где эти объезжают, ну, фишки, флажки. Вот, да, и там на скорость едут, да, там параллельный слалом. Вот. Так, внутренники у нас какие бывают? Бывает обычный, классический, бывает термоформируемый. Что такое термоформируемый? Он может формироваться, принимать форму вашей ноги от тепла, когда вы катаетесь, да, он со временем сядет по вашей ноге. А есть еще варианты, когда при покупке внутренник вытаскивается, вставляется в печь, печь нагревает этот ботинок, вы его одеваете на ногу, вставляете сюда, затягиваете, и в таком положении ходите минут 20. Вот. И внутренник нагрет, и он по вашей ноге садится. Это такая уже более тонкая настройка. Вот. Также есть стельки классические, которые идут вместе, ну, в комплекте с внутренником. И есть кастомные стельки, которые подбираются под форму, в форму вашей ноги. Да, вот здесь, например, представлен комплект от компании, от фирмы C-DAS. Вот. И специальные люди. Хорошо, что они есть. Это люди-ботфитеры, которые делают наше катание более удобным. Вот. И они из вот этого вот комплекта могут сделать очень классные стельки именно под вашу ногу, в которой ваша ножка будет себя очень-очень комфортно и хорошо чувствовать. Вот. Я себе когда-то делал под жесткие ботинки, и я прям очень сильно почувствовал разницу с теми, которые были до этого, и когда мне сделали стельки. Прям очень нога себя стала комфортно чувствовать. Что я добавлю, что если у вас ботинок термоформируемый, то вы идете и делаете термоформовку. Да, обычно это вот в магазинах специализированных, где продаются сноубордическое оборудование, и у них есть эти печки, и вот обычно есть такая услуга. Вот. По поводу... Самое главное вообще выбор ботинка – это удобство. На самом деле, если вы только учитесь, или вы просто катаетесь на склоне, шнуровка все равно. Из родновидностей мы не рассказали про Бертон Степон. Это где? Ну, ладно, дальше. А по поводу стелек. В основном стельки в ботинках, они очень тоненькие. И если у вас проблемные стопы, очень важный второй лайфхак после термоформируемки – это сделать стельки. Шнуровка. Да. Так, здесь у нас что? Шнурки представлены. Это классический вариант, самый простой, самый легко ремонтируемый, самый надежный. Если вы где-то в горах на высоте 8500... Представитель есть. Порвали шнурки, то ничего не мешает просто взять его, вот так вот перевязать и дальше кататься. То есть таким образом отремонтировать. Вот, если вы сломаете что-то из системы Боа, то это будет сложнее отремонтировать. Но это не значит, что эта система Боа, да, с кругляшками этими, она ломучая. У меня за три сезона, это около 300 катальных дней, она вообще ни разу ни в чем себя не подвела, и показала себя с очень хорошей стороны. Я очень доволен этой системой, и я прям изменил свое мнение, потому что у меня тоже было такое, ну вот, там он там крутится, он же когда-нибудь сломается. Но откатавшись 300 дней, она до сих пор работает, и прям уже, ну, ботинки уже все порвались, конечно, и, ну, система живет. Вот, единственное, что вы можете где-то вот задеть, да, там, какой-нибудь косяк, там, или, не знаю, об стол, там, об ступеньку какую-то, сломать ее, да, может такое быть. Но сама по себе система оказалась очень живучей. Мне понравилось. То, что, да, и смотрите, есть еще Боа двухзонная, как здесь, да, то есть у нас низ отдельно, верх отдельно фиксируется, а есть только верх. И вот с этими ботинками нужно быть очень внимательным, потому что может быть такое, что вам верх перетянет, а низ будет свободный, вы это никак не сможете отрегулировать. Поэтому, когда будете мерить с одной зоной, очень внимательно к этому отнеситесь. Вот, если прямо у вас очень плотно везде все село, знаешь, ну, возможно, он будет вам хорошо служить, вы будете себя хорошо в нем чувствовать. Вот, но двухзонная все-таки больше вам дает диапазон в настройках. Вот, но она дороже будет, соответственно. Дальше у нас есть такая, я ее называю Speed Zone, потому что я первый раз увидел ее на ботинках Burton. Это у них называлась она Speed Zone. Это были ботинки Moto, далекий 2006 год, мои первые ботинки. И как раз у меня были не шнурки, а именно система эта. Тоже интересная система, достаточно быстрая, удобная. Растягивается она, ну, тоже она немножко растягивается, приходится ее подтягивать. Вот. И здесь еще нужно вот к этим замочкам вот особое внимание уделять, потому что я немножечко вот так вот вниз его каждый раз делаю, чтобы она, ну, действительно хорошо зафиксировалась там и не растягивалась. Потому что если просто его так потянуть, она не особо хорошо фиксируется. Но это вот именно вот здесь такой замок. Поэтому я немножко раз так вот его чуть-чуть фиксирую. Потом мне очень понравилась вот эта липучка, да, которая фиксирует верхнюю часть ботинка. Вот. И прям вот... Это удобно. Весь день, да, катаешься. И, ну, как бы не... Она никак не расслабляется, не растягивается. Вот. Мне прям... Это мои первые ботинки с такой системой. Я прям очень кайфанул с них. Классно. Вот. Так. Ну, мы основные, да, показали. А, ну, и здесь вот тоже ботинки с липучкой. И... А, у тебя еще шнурки здесь были. Да, тут шнурки. Здесь были шнурки. Здесь были шнурки. Вот у нас комбинация из трех штук, да, получается. Шнурки, боа и липучечка. Вот. Вот такая комбинация. Ну, это бэк-андрый ботинок. Да. Он уничтожен. Уничтожен. Временем. И дорогой дальней. Да. Вопрос, что лучше. Все хорошо. Все хорошо. То, что на вас сядет, то и будет самым лучшим. Шнурка не самая главная. Да. Вот. По поводу фрирайда. Если вы боитесь, что у вас что-то сломается, просто купить запасные штурки, ну, запасные буа, если вы уходите какие-то далекие дали. По мне, буа, это, если у вас ботинок сел с двумя буа, это все быстро, удобно. А если у вас буа на степонах, то все, чик-чик, и все. Да? Тут есть. Нет? Алексей, Алексей, ты раньше любил же буа камера на неводчик. А теперь нет. Я все катал. У меня ботинки есть всех систем. Мне все нравится. Мы забыли сказать, что мы про внутренник, наверное, тут не будет слайда, что внутренник – это очень важная вещь. Если тут посмотреть на Deluxe, и мне очень нравится внутренник Deluxe, он очень жирный, большой, он запекаемый. Да, комфортно. И так все обволакивает. А в дешевых ботинках он будет очень тоненький. И я катался в тонких внутренниках. Мое мнение, мне не очень нравилось. Вот. Поэтому тоже обращайте внимание на внутренник. И круто есть, он будет запекаемый. Идем дальше. Жесткость. Жесткость ботинка – это сопротивление вашим усилиям. Словарик. Да. Определяется эффективностью передачи усилий на канты доски. Ботинок должен быть такой, чтобы вы могли в нем присесть. Как я уже говорил, что если вы садитесь, а попа у вас уходит назад, и вы голень и не можете его продавить, значит, ботинок для вас слишком жесткий. Вы должны уметь его, мощь вашего веса должно хватать для того, чтобы продавить, чтобы вы искали стоечку. Потому что приходят, ну обычно это девчонки, которые очень мало весят, и ты им говоришь, ну-ка сядь в доску. Они такие, раз, и таз назад уходит. Я говорю, нет, ты наоборот колени вперед выведи, а таз вниз пусть уходит. Она говорит, я не могу, у меня слишком жесткие ботинки. Действительно, она не может. Ей это мешает, ее это тормозит. Поэтому, когда выбираете ботинки, вы должны в них мощь присесть, да, мощь, чтобы их согнуть. Вот, должно хватать веса. Да, ботинок похож на пружину, вы в процессе катания его продавливаете. Он еще обратно может тоже делать. Очень основная ошибка, что накупают мощи самые жесткие, чтобы гасить. И там приходится их развязывать, вот, расслаблять. Да, верхняя часть. Можно, можно сделать. Если у вас жесткий ботинок, развязать вверх, либо там чуть-чуть подоткрутить буа. Да, но почему спортсмены катаются в жестких ботинках много? Потому что они техничны и сильны. Да. Они знают, как давить и куда давить. Да, девочка 50 килограмм, она может быть с большими мышцами и очень технична. Да, также при примерке… Мы сейчас будем, да, говорить? Да. Чуть дальше идем? Давай. Итак, мягкий ботинок для легких райдеров, новичков, у тех, у кого слабое ФП. Средний ботинок – это крупный новичок, да? Крупный новичок. Крупный новичок. Крупный новичок. Средний райдер, да, который уже покатался, который уже что-то знает, что-то умеет. И жесткий ботинок – это уже для тех ребят, которые уже понимают, зачем им нужна жесткость, там не попадают, там не попадают. Новую категорию – золотой орех. Большая, да, большая скорость. Ты средний. Жесткий ботинок для карвинга хорошо подходит. Подожди, рано, рано, рано. Нашего любимого. Стили? Стили катания. Все очень просто. Есть трассовое катание, то, что мы с вами все катаем, с чего мы начинаем. Есть здесь сплин и физ соревнования, есть фрирайд, есть фристайл, есть карвинг. И сам прикол – стили пересекаются. Мы за пересечением стилей, потому что это что-то новое появляется. Мне нравится и карвинг, и фристайл, и фрирайд. И у меня куча досок под разные стили. Даже ботинки у меня есть разные, крепления у меня есть разные. И у вас будет техника на новичка, потом будет карвинг, потом будет флэт фристайл. Физ дисциплины. Бегеер, субстайл, хафф-пай, бодокросс, все это знаете. Бэк-кантри, таскетур, механайз. И есть фрирайд соревновательный и фристайл во фрирайде. И тут мы написали руководство под стилей. Саня может добавить. Я думаю, что для новичка, кто катается на трассе, это что-то мягкое, либо среднее. Вот, флэт фристайл, мягкий ботинок. Мне нравится прыгать на трассе. Я хочу мягкость, хочу подвижность. Карвинг. Это значит, вы уже подошли к скорости. Это средний, жесткий. Да, олимпийские дисциплины, вам скажут, это спортсмены. Но мне тоже, мне кажется, там средние и жесткие ботинки. И бэк-кантри, фрирайд. Это то, что вы на ратраке, на стегоходе, на скитуре, на вертолете. Ботинок должен быть там. Сейчас Саня покажет. Не просто удобный, а еще и усилен. Потому что вы везде ходите, передвигаетесь. И очень сложно, на самом деле, найти ботинок для бэк-кантри. Понимаете, у вас должен быть он комфортный. И еще тут усиление, как у трекингового альпинистского ботинка. Проблема этого ботинка, это внутренник, он был здесь кожаный. По телу натирал. Я его, да, порвал. Но... Ботинки уже порваны, но они очень прикольные были в бэк-кантри. Хорошая подошва вибрам, там, кошки. Ну, кто разбирается, тот разбирается. Но фрирайд можно спокойно начинать в обычном ботинке. Брать такой ботинок, мега усиленный, мега жесткий. И не использовать эти качества ботинка. Смысл? Переплачивать. Да, у вас может открываться задник под скитурой, бла-бла-бла. Но если вы только начинаете, возьмите удобный свой ботинок. Просто если вы будете только скитурить, возьмите, не знаю, там, пластырь, если вы мозолите. Вот. И ботинок, конечно, должен быть непромокаемый. Там есть формат гаммаж. Много всего есть, все есть в интернете. Просто знайте, они есть такие ботинки. Вот. И жесткость тоже средняя. Если вы там нереальный какой-то гангстер, то и жесткая. Но я больше скажу, что кто занимается скитуром, скитальпинизмом, они берут скитурный ботинок, лыжный, и ставят на спидборд. И все, у них пластмассный ботинок. Пластмассный, да. Да, такая есть опция. Есть что добавить? Да, вот про то, что скитурный ботинок. А, я забыл сказать еще один важный момент. Мы в бэк-антри ходим, и это важный момент. Вы должны понимать, у вас есть 2-3 действия. Вы стоите, ничего не делаете. Вы катаетесь, у вас стопа работает по-другому. И выходите, у вас стопа работает тоже по-другому. И проблема, если у вас пальцы, ногти упираются в ботинок, и вам нужно проскитурить неделю или даже час-два, все, ваши пальцы офигеют. И очень важно, чтобы этот ботинок, помимо катания, подходил под режим ходьбы. У вас нога будет двигаться, да, Сань? Да, обычно вот здесь вот, вот так вот есть стилечка, которая… Да, это не важно. Важно, что внутри будет. Для ходьбы. Да, это тоже… Ну, мы проскитурные. Да, просто… У нас ребята были, и они, когда начали ходить в обычных ботинках, у них начали пальцы касаться, и они начали чуть-чуть такие больно. Да, да, еще важный параметр для скитурного ботинка, чтобы была жесткая подошва, вот здесь вот, в этой части, потому что, когда иногда приходится идти по какому-нибудь жесткому ледяному склону, и очень важно уметь, ну, чтобы была способность бить ступеньки, да, чтобы ботинок въедался в склон. Потому что в мягких, в мягких каких-нибудь подошвах, да… Ой, да, это так больно будет. Да, это будет очень больно, и она, ну, не будет эффективно долбить, вот. А скитурный ботинок, он как раз рассчитан на то, чтобы продолбить ступеньки. Ну да, усиление. Вот, такое усиление есть. Размер ботинка, Саня? Размер ботинка, да, нужно померить расстояние, как здесь показано, чтобы примерно понимать свою, свой размер. Вот здесь роз, это российский, да? Да, да, а в магазине за вас это сделают. Да, есть специальные там, у них приборчики, ну, не приборчики, а такая штука, раз, раз, и он такой смотрит, ага, все, подбирает. Ну, в хорошем магазине такая штука есть, да. Когда вы сомневаетесь в своем размере. Это надо знать, серьезно, потому что, зная сантиметр, вы можете потом перенести на разные ботинки, и если вы это не делаете, все это странно, странный формат. Вот, ну, просто тупо прийти и купить, скорее всего, будете мучиться. Вот, но это совет, так правильно выбирать. Помимо этого, еще, если проблемы со стопой, изучают подъем, вот этот арочный, я слаб в строении во всем этом, но врач вам все скажет, что как, и, используя там того же ортопеда, можно правильно подобрать стельку, все это сделать, и будет очень круто. Ну, это если у вас проблема со стопой, вы это знаете, вот. Примерка. Ну, это, Сань, твое. Примерка. Да. Итак, вы решили выбрать себе ботинок, и одна из моих рекомендаций – это посвятить, ну, день на это. Потому что, чтобы у вас не было спешки, чтобы вы понимали, что у вас весь день свободен, и вы можете потратить много времени, примеряя несколько пар. Я обычно примеряю 5, ну, 5-6 пар в этом диапазоне. И откладываю, да, там, мне понравилось, я отложил, следующую взял там, и потом уже среди них выбираю. Вот. Полностью зашнуровать ботинок, значит, попробовать поприседать в нем, как он давится, не давится, походить минут 15. Пяточка должна плотно быть зафиксирована, ну, допускается где-то, ну, может быть, там полсантиметра, что она может подняться, это нормуль. Значит, должен сидеть плотненько. Когда мы встали на прямых ногах, у нас пальчики чуть-чуть касаются, когда мы согнули ножки, пальчики у нас распрямляются, пяточка отъезжает чуть назад, и мы едва касаемся. Примерно вот такие ощущения должны быть. Не должно быть такого, что здесь вот у вас все перетянуто, а там все болтается, да, то есть все должно быть плотненько. Вот. Сразу скажу, что во всех ботинках у вас будут разные ощущения. Где-то будет вам много над пальцами, где-то, наоборот, будет давить там подъем, где-то будет пятка гулять, да, хотя плюс-минус, если будет, ну, в смысле, размер, если один и тот же выбирать, то разные ощущения в разных ботинках будут. Выбирайте там, где будет вам больше всего комфортно. Есть что добавить? Да, я добавлю из другого слайда. Все ноги разные. Ну, вот у меня тоже ноги разные. У меня и руки раз. Вот. Это нормально. Вот. И мерить это очень важно. Вообще любую обувь важно мерить. Потому что если у вас неправильно будет подобрана обувь, ну, ботинки, у вас могут быть пройти проблемы там с тазом, с позвоночником. Ну, понятно, мы все измерили. Мы, если нет проблемных точек, да, все круто. Если есть проблемные в стопах. А у кого они есть, они-то знают. Вот. Мы обязательно мерим с катальным носком. Потому что он добавляет. Причем у меня два катальных носка. Под теплую погоду и под холодную. Обязательно под теплую погоду. Даже третий катальный носок под скитур. Вот. Потому что катаясь в минус там тоже 26 сергейши – это одно. А катаясь там, допустим, весной на Эльбрусе – это другое. Нагрузки другие. Катаясь – это одна нагрузка. Ходьба – это другая. Температура нагрузок. Поэтому мне очень важно взять носочек. И хороший носок. Он анатомически правильный. Он проблемные места тоже. Это вообще важно. Кто катает в неправильных носках – так себе история. Но это ваш путь. Мы не осуждаем. Обязательно мерить две ноги. Да. Всегда. У нас ноги разные. Да. Всегда. И мы завязываем. И вот этот прикол – завязал, и вот так сидишь. Ну и что? Вы вот так что-то делаете в сноуборде. Вы на сноуборде будете кататься. А кататься – это изменение угла закантовки. Естественно, мой совет – встать. И как вас учил инструктор, а если не учил, постоять на пяточке, постоять на носочке, облокотиться на стеночку. Возможно, даже походить. Есть. Помните, когда выбираешь трекинговый ботинок, эти подъемы, спуски. Возможно, вы будете ходить по рельефу. Кто знает. Встать эти позиции сноубордические. И тогда, ага, пятка поднимается, опускается. Для меня, я не люблю, когда пятка ходит. Мне нравится, когда ботинок плотный. Причем он, знаете, как однородный. Нету никаких точечных давлений. Ничего не натирает. Вообще, вот прям вот как я в кроватке. Вот все, мне все нравится. Это нужно прям выбирать. Мне бесит, когда у меня пальцы упираются. Отлично, мои пальцы упираются. Особенно приходит. Мне это раздражает. Мне вот не нравится, когда много пустоты сверху. Мне нравится, как все обволакивает. Я могу пошевелить пальцы. Это важно. И мне вообще хорошо. У меня вот есть плотное прилегание. Нет болевых ощущений. Нет люфта. Вот. И чтобы это понять, надо мерить, 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 мерить. 15-20 походить. Вот. И если вот это оно, вы чувствуете, да, ботинок, формируем сразу. Вот. Там есть печки, вам все скажут. И дальше можно крафтить этими стельками. Вот. Отлично. Я, у меня нормально, стоп. Вот Саня сделал, и он доволен, да, именно по стельке. Ну, да. Когда я катался в слаломных ботинках, ну, в жестких, пластиковых, у меня была такая проблема, что у меня одна нога шире, да, стопа, другая уже. И вот правая часть, ну, правая нога у меня шире. И я катался, и мне колодка была узкая, она мне давила. Ну, вот, а в то время выбор был невелик. Это был десятый год, и там было все там по пальцам пересчитать этих пластиковых ботинок моделей. Вот. И я думал, блин, как же больно. И у меня вот, ну, через два часа все, у меня уже слезы, у меня уже ничего не хочется кататься. Вот. И я потом услышал, что есть такое слово загадочное, бутфитер. Я такой, что такое бутфитер? На форуме прочитал такой. Да, я зашел сегодня, там целая магия. Человек, который делает ботинки там. Я такой, надо сходить. И это был этот магазин на водный стадион или там речный вокзал, там где-то там. До сих пор. Вот. И я прихожу к нему, говорю, такая проблема, он говорит, сейчас вытаскивает внутренник, феном нагревает мне ботинок, вставляет какую-то распорку, расширяет колодку и говорит, а ну-ка встань сюда. Он говорит, да у тебя там это там, немножко ноги там завалит, плоскостопие. Я говорю, какой плоскостопие? Он говорит, да ладно, давай сделаем тебе эти стельки. Я говорю, ну давай. И вот, когда он мне все это сделал, я пришел на склон, я помню, это еще снежок работал. И я такой, стою, и мне не больно, и у меня такая радость. Я такой, буву, я там катался, не знаю, часов пять, наверное. Я потом ему позвонил, говорю, Саня, спасибо тебе, там, бля-бля-бля-бля. Он такой, да ладно, ладно. Ну, он уже привычный, что ему так это постоянно. Но я прям очень был ему благодарен за такой подарок. И вот как раз это к вопросу о том, что не важно, какая у вас доска, важно, как ботинки на вас сидят. Конечно, конечно. Поэтому если через два часа у вас слезы на глазах, то это значит все. Это не ваш ботинок, вы не получаете удовольствия. Да, вот только представьте, вот вы приезжаете в горы на неделю, и сколько вы часов в ботинках? Сколько? Шесть умножить на пять. Много, да. Слишком большие цифры, да. Это, да, я не знаю, что это за цифры. Разные, разные, короче. Это лекция бутфитера. Просто знайте, что это можно сделать, и жизнь станет лучше. Вот. Все, вот вам история из жизни. Да. И я в поиске тоже этих удобных ботинок, у меня их много, разные бренды, я на 32 катаюсь, на Бертоне, на Делюксах. Вот. А возраст и пол, это вкратце слайд у девочки. Икра другая, дети тоже ботиночки. Да, да, она поменьше. Вот этот, возьму у них секс, докатаю до брата. Нет, за братом. Поэтому, да, берите женские модели. У них бывает мягкий задник, там, да, вход тоже. И для детей тоже есть детские модели. Не берите на вырост, малой ему вырастет. Ребенку важно полюбить горы. Ребенку не должно быть так, что это для катрика на него. Он должен с кайфом идти на горку. Вот. И результат, вы не можете оттуда его забрать, потому что мама, я хочу тусоваться, допустим, в крылацком, грубо говоря. У меня удобные ботинки. Ну, да, да, да. Я столько раз видел, что там бабушка с шерстяным двойным тройным носком запихивает его об это. Все, он плачет, потеет, потом его выносят, выносят. Либо давай к тренеру, тренер вышел. Короче, там, это другая лекция про детей. Ладно, окей. Как улучшить ботинок, сейчас расскажет Саша. Вот я тоже добавлю, для тех, кто, думаю, уже половина рассказали, кто купил и думает, что-то не так. Подсказка. Так, ну, давай по порядку, да? Язычок там. Язычок. Ну, например, вы купили ботинок. Для карверов. Вот, а он у вас, ну, он как бы... Но потерял жесткость. Потерял жесткость, да, со временем. Да, вы делаете вот так, вы язык сломали. Да нет, ну, не то, что язык, а хочется пожестче, хочется побольше усилий передавать на передний кант. И вот именно у делюксов, да, есть вот такая штучка, такая вот вставка. Она вставляется вот сюда, сверху. Здесь такие специальные кармашки. И вы таким самым способом усиливаете ботинок, увеличиваете его жесткость. Я пока этой системой не пользовался, потому что у меня ботинок новый, и он пока держит свою форму, выполняет свою задачу, но чувствую, что, там, может быть, через сезон я к этой системе обращусь. Нет, Саня, работает. Я это использовал, и можно, значит, любую картонку вставить. Вот, но это мы о вариациях, да, говорим. Потом мы говорили про стельки, да, что стельки можно под себя сделать, да, вот они здесь представлены. В данном случае это фирма Сидас. Или нет? Вот. Термоформовка, да, то, что мы в печке нагреваем внутренник, потом одеваем его, ходим, и он принимает форму нашей ноги. Стелька. Уплотнитель. Бананы, Сань. Бананы, да. Они лежат здесь. А есть у тебя, да? Да, я поняту. А 30, нашел? Не, не, ну ладно. Я так расскажу. Да, у нас... Это банан? Да. А, это под косточку, да? Да, ты достаешь внутренник, и можно... Под косточку. Там кармашек, это от ботинока 32, у Бертона там бананы. Суть, что ботинок разнашивается, а вы его уплотняете, и у вас пятка обратно садится, и бывает комплект, а можно просто перешить, либо бутфитеры вам тоже сделают. Да, да. Чтобы у вас пяточка не гуляла, да? Например, если вы давите передний кант, у вас там пятка поднимается на большое расстояние, то можно вот такими штучками решить эту проблему. То есть пяточка сядет и не будет бегать туда, куда ей не надо бегать. Вот. Дальше. Но здесь уже не как улучшить, а, наверное, рекомендации по использованию. Ботинки надо сушить. Если вы не будете их сушить, они со временем придут в негодность и будут очень невкусно пахнуть. Вот. Варианты сушилок. Вот это самый лучший вариант. Это сушилка, которая с таким вентилятором, с нагревательным элементом внутри, которая подает горячий, ну, теплый воздух внутрь ботинка. Это самый эффективный способ высушить ботинки. Вот. Есть еще, продаются там в разных больших магазинах эти вот нагревательные такие вот, ну, такие капельки, вот их вставляешь, они там ультрафиолетом еще светят и просто нагревают. Такие тоже можно использовать, но они менее эффективны, чем эти. Вот. Я иногда, если у меня нет сушилки под рукой, а высушить обувь надо, я просто вытаскиваю внутренник, снимаю, вытаскиваю стельку, чтобы как можно меньше на нем было элементов, чтобы он дышал и быстрее высыхал. Вот. Теплый пол еще очень хорошо помогает. Пол есть. Да, если он есть, если у вас дома. Покупайте ботинок, сделайте пол. Вот. Теплый пол тоже очень хорошо помогает высушить ботинки. Вот. Так что сушилку тоже обязательно иметь. Если ботинок термоформовка, то сразу запекать. Это мы сказали. Купить ремкомплект. Это касается систем Буа. Когда я купил себе вот эту штуку, вот этот ботинок. Ну, шнурки запасные, что ли? Да. Да, да, да. Да, серьезно. Окей, да. Вот это где эта фигня? Вот это тоже ломается. Ломается все. Да. Где ж такое взять-то? Ты люкс. Да. Я купил себе, значит, тросики, и у меня еще одна крутилка есть в комплекте. Но меня оно не подвело, поэтому оно мне не пригодилось. Ты можешь дать коллеге. Либо дадим ученику. Да. Если он будет хорошо кататься. Да, бывает так, что бывает, там замок выходит. Ну, короче, мой совет вообще, вот неважно, какой экстремальный у вас дисциплина, у вас всегда должен быть ремкомплект на то, что вас отвалится. Кайт, Винс, то, что вот обломает вам катание на океане и в горах. Ну, серьезно, вы приехали в какую-то, извиняюсь, далекую даль, вот, и у вас отвалился, не знаю, стреп, боа, шнурки тоже рвутся. Да, моноза, бывает так, что они распушаются, и все, ты там уже устаешь. А ты можешь взять просто такую тонкую, не знаю, пенистскую веревку, вот, и все это сделать. Ну, а, я знаешь, еще что вспомнил? Нам как-то в комментариях писали о том, что вы про вес ботинка ничего не говорите. О, пачки. Вот, и вот сейчас, имея вот тут, ну, это безнутренника, да, имея вот три ботинка, да, я вот не могу, честно говоря, определить, какой из них тяжелее. Поэтому, ну, я не знаю, как вот понять. Но это не самое важное, вес ботинка, мне кажется, может быть, и ребенку, не знаю, это не самая важная характеристика. Если вы чувствуете, да, если, наверное, если вы почувствуете, да, что этот легче, этот тяжелее, эти оба ботинка хорошо сойдутся, ну, наверное, я бы тоже легче взял бы. Вот, но заморачиваться по этому поводу, ну, не знаю, как бы, мне гораздо важнее, чтобы ботинок просто сел хорошо на мне, вот. Вот, а чем сидеть там? Там 150, 150. Ну, кому-то это важно, поэтому… Вот, ну да, есть люди, которым это важно, ну, кому важно, взвешивайте. Может, нойдет, не знаю, код далеко-далеко. Дальше едем. И еще люди делают это, ремешки, да, добавляют. А, вот такие вот, да? Да, 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 тоже кастомизация. Полезная вещь, это классная вещь, мне понравилось. В основном кастомизируют, усиливают, то карвет. Потому что фишка, что у вас ботинок постоянно гнется, вы прогнули, он обратно, вы прогнули, вы обратно. И хочется, он дольше жил, и он начинает усиливать, там, вот. Это нормально. Вот, кто карвет, это нормально. И я использовал эти вставки, когда я карвил, меняется. Каждый настраивает под себя, под свои нужды, под свои ощущения, то, что он хочет получить. Но это приходит с опытом, это приходит со временем. Да. Итог. Мы закрываем блок ботинки. Мы хотим максимально все быстро. Саша, ты готов подвести? Да, сначала покупаем ботинки, потом крепление. Почему? Да потому что ботинок важнее. Да, и вставляя ботинок потом в крепление, когда вы придете уже покупать крепление, вы смотрите, чтобы не было больших зазоров. Это потом будет. Вот, да, ну. Уходим. Измеряем свою стопу, да, мы должны иметь, ну, это в магазине должны сделать в хорошем. Уделяем много времени примерки. Да, не спешим. Я как говорил, что пусть у вас будет целый день свободный, чтобы вас ничто не отвлекало. Там, вы не думали, что через полчаса мне уходить, надо быстрее. Как завтра в горы. Да, вот, чтобы у вас было, вы в спокойном состоянии все это делали. Примеряем разные модели, да, как я говорил, что я обычно там около 5-6 пар мерю разных производителей. Могу даже в одного производителя померить, но чтобы просто понимать, как в одном мне чувствуется, как в другом. Вот, у меня даже было такое, что я примерил ботинок, и он настолько вот хорошо сел. Я такой прям, да, это был Найдекер, вот, и я такой одеваю, такой, ну, все, это как будто ботинок под меня. И все равно я после него еще померил несколько пар, чтобы убедиться, чтобы понять, что действительно ли это то, что я почувствовал, или все-таки это. Два разных одеть. Да, вот, поэтому как бы несколько померьте, все равно, даже если в отделе и вы прям чувствуете, что это вот ваше, все равно попробуйте, ну, чтобы было с чем сравнить. Вот, полностью завязываем ботинок, да, то есть. То есть, ну, не перетягиваем, да. Надо перетянуть так, чтобы кровь не шла. Не перетягивайте, потому что... Чтобы пальцы вообще отмерзли. Да, когда вы перетягиваете ботинок, вы уменьшаете кровообращение в нем, и у вас мерзнет нога. Вот, поэтому чуть-чуть плотненько. Есть такой лайфхак, но не до конца. Не знаю, можно не завязывать ботинок, доехать на горлышке завязать. Можно покататься, развязать. Ну, да, легко. И брать сменку. Вы закончили кататься, например, пошли на обед, расслабьте ботинки, пусть туда кровушка придет, ножки отдохнут. Вы покушали, попили кофейку, завязались обратно, пошли кататься. Не надо в завязанных ботинках сидеть весь обед, да, там, час, там, или сколько, полтора. Хотел добавить про фрирайдеров. Если вы знаете, что будете много ходить, все, у вас там бэкандри, то так себе история сразу брать новый ботинок и идти. У вас будут мозоли. Я бы его разносил, вот, покатался бы, привык к нему, как и с трекингом, вот, и ворвался бы. Да, кстати, есть в этом. Сань, ты разносил сколько? Вот, мои ботинки, я купил их два месяца назад, я в них ни разу не катался, я поехал на Мамайский тур. Я иду, мы еще даже до избы не дошли, мы прошли полпути, вот, там, от Байкала, вот, мы шли до хижины, полпути прошли, а у меня косточки начали болеть, потому что, ну, ботинок новый, все, я вот только его одел. И я такой думаю, блин, мне же ходить сейчас, у меня сейчас это, ноги, у меня косточки, блядь, я такой, ну, все-таки ботинок, ну, уселся со временем и сейчас уже дискомфорта не доставляет. А так, да, новый, он, конечно, немножечко будет где-то что-то поддавливать, вот, тем более, это не термофорируемый, да? Нет. Термоформируемый, да, что же я все время забываю. Он незапекаемый. Как-то. Вот этот? Да. Ну, я посмотрю потом. Ну, короче, я его не запекал, у меня от тепла моей горячей ноги согрелся. Горячие парни, давай дальше. Так, примеряем разные модели, полностью завязываем, следим за комфортом, да, пальцы у нас, чуть-чуть касаются, когда мы присаживаемся, когда мы встаем, они чуть-чуть сгибаются, шевелятся, прилегание везде равномерное должно быть, пяточка у нас сильно не поднимается, там, ну, до полусантиметра примерно. Я вообще не люблю, когда пятка поднимается. Она все равно поднимается чуть-чуть. Ну, в процессе. Да, она будет подниматься. Когда ты встаешь, а когда ты вот, особенно там на заднем кантине, на переднем, меня это бесит просто. Вот. Ну, ладно. Термоформовка, мы рассказали, используем кастомные стельки, если есть проблемы со стопой. Даже если нет проблем со стопой, если у вас есть бюджет, и вы потратите деньги на кастомную стельку, ваш уровень комфорта увеличится. Да, просто я не использовал, а не использовал. Я не могу советовать, что я не делал, но почитав, пообщаться, почитав и пообщавшись с райдерами, с инструкторами, с тренингско-составом, это работает. А ну знаешь, какое ощущение? Во-первых, там, где у тебя вот этот вот арочный подъем, он тебя плотно все облегает. И еще знаешь, что у тебя каждый пальчик как будто в ванночке такой. Ну, я не знаю, не знаю. Я знаю, что там куча настроек. Там можно сюда, короче, там такой крафтинг. Ну, интересное ощущение. Если есть деньги, сделайте. Делайте, короче, все делайте. Итог. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы нашли свой идеальный, комфортный, самый лучший ботинок. Расскажите про свой путь. И мы сейчас плавно переходим к креплениям, это будет быстрее. И погнали. Зачем нужно крепление, Саша? Крепление передает усилие от ботинка в доску. Чтобы доску поставить на кант, нужно через ботинок продавить крепление. Это новые технологии. А, это новые технологии? Пока поставим. Это секретная штука. Да, в принципе, тут все написано, можно прочитать, да. Крепление равномерно испределяет нагрузку и фиксирует ноги в правильном положении. Да, то есть в правильных углах, на правильной ширине, на удобной. Анатомия креплений. Так, крепления у нас состоят из базы, да, база, хайбэк, да, который служит для передачи усилий на задний кант, верхний стреп, для передачи усилий на передний кант, верхняя стрепа, нижняя стрепа. Вот этот замок называется бакля. Вот эта штучка зубастая называется гребенка. Вот она есть верхняя, она есть нижняя. Ну, соответственно, тоже бакля верхняя, нижняя. Вроде бы все, да. Дуга, ремешки. Где дуга, пяточная? Ну, это все элемент базы. Ну, все равно. И газ-педаль есть там? Газ-педаль, да. Здесь она не вытаскивается, наверное. Не, не вытаскивается. Ну, ладно, неважно. Да, еще вот эта педаль у нас есть, которая тоже может так туда-сюда ходить, вытаскиваться. Твоя любимая, Саня. Убираться. Да, разновидности крепления. У нас есть классика, которую я только что показал. Это вот верхний, нижний стреп. Вы открываете стреп, верхний, нижний, вставляете ботинок. О, там тоже есть как в Бертоне и в Юнион. Так откидывается штука? А, вот здесь вот, что ли, для удобства, да? Да, прикольно. Как я делаю? Вот, да, здесь вот она, видите, так гнется. Но не во всех креплениях эта штука есть. Это неважно, это просто прикол. Поэтому я просто убираю ее вот так за хайбэк и встегиваю. Ну, все какое. Все, да. Лайфхаки пашные. Раз, вот, все. Я спокойно могу стегить, мне ничего не мешает. Вот. Вот таким образом. А здесь вот, да, для удобства, как сделано, интересно. Да, это классика. Это самый старый вид крепления, наверное, из тех, которые сейчас присутствуют на рынке. Вот. Мне очень нравится классика. Вот. Так, дальше что у нас есть? Степон. У нас, к сожалению, его здесь нету в студии, но он есть зато на слайде. В чем смысл? У нас нету верхнего и нижнего стрепа, но у нас есть вот такие ушки, да? И у ботинка для этих креплений есть вот такие здесь рожки, да, железненькие. Вот. И он как раз этими рожками в эти ушки вставляется. И плюс у него сзади есть замок, и здесь тоже на креплении есть замок, и он защелкивается, да? В чем удобство? Быстро снимается, разнимается, разувается, да? Давай спросим у человека, который здесь нравится. Да, тут есть человек, который катается на степоне. Это оператор Алексей. Моргните, если вас держат в заложниках. Да, и я не катался, но отзывы говорят, что пушка-гонка. Софишка должен ботинок Бертон подойти. Ботинок Бертон не подойдет? Не подойдет. Да, вы ограничены при таких креплениях. Но мы же, видите, сначала обычно ботинок примеряем. То есть, если вам Бертон подходит, ботинок, еще Бертон, еще какие-то там модели фирмы тоже, я слышал, выпускают. Я ничего не знаю. Вот, были, были какие-то. По-моему, даже DC-шки были. Не будем, это все, мы не знаем. Вот, если Бертон подошел, попробуйте. Прокайте, а не отдавайте кучу миллионов денег. Ну, я тоже, вот ученики у нас катаются, и тоже всем нравится. И в пухляке там, ну, как бы. Да, да, в пахе прыгают, короче, главное, чтобы сел. Да, единственное, что вот этот люфт, вот, да, все про люфт говорят, ну, так как я не пробовал, я не могу сказать, мешает он, не мешает, нервирует он, не нервирует. Я думаю, это все зависит от каждого человека, да. Да, кому-то он будет мешать, кому-то нет. Дальше у нас флоу. Это вотскольный флоу. Есть, я нашел, фотографии нету, там дальше будет крепление, где откидывается хайбэк, это задняя вот эта штука. А суть, сейчас Саша расскажет. Да, суть в чем? Вы изначально стрэпы вот эти настраиваете, вот свой ботинок, да, и фиксируете, да, там. Вот новый флоу. В каком-то положении, да, вот все, вот он в таком положении, вот у вас плотно ботинок сидит. И потом, вместо того, чтобы каждый раз отстегивать эти стрэпы, да, там вставлять, он делает вот такую штуку. Здесь такой замочек, он так раз, и у вас ботиночек сзади вот так, хопа, встает, вот такие раз, хоп, все, и поехали. Тоже сделано для того, чтобы быстро встегиваться, расстегиваться, для простоты, удобства. Вот. Я встречал людей, я встречал людей с такими ботинками, ну, в смысле, креплениями, слышал положительные отзывы. Вот. У меня только лишь вопрос, как это будет во фрирайде в глубоком снегу, когда вы упали, где-то вкопались, там, не знаю, под елку, в яму какую-то провалились. Удобно ли будет вот это, там вот внизу, где-то в тонне снега, в тонне? Да. Пишите, пожалуйста, обладатели пол. Отодвинуть и вытащить ботинок. Я просто не знаю. Или, наоборот, потом встегнуться. Вот в этом у меня вопрос. И так как я не встречал людей, которые катаются с ними во фрирайде, ну, я не говорю, что таких нет, есть, но я бы вот им задал бы этот вопрос и сказал бы... И сам бы катнул. И послушал бы, да, и сам бы попробовал это. Вот. Если вы катаетесь только на подготовленных склонах, ну, и вам такая система как-то вот приглянулась, то, наверное, можно как бы купить и радоваться жизни. Вот. Просто вот имейте в виду, что вот такое есть и подойдет ли оно вам, ну, такое, не знаю, не могу сказать. ЕСТ. ЕСТ. Женский ЕСТ. Да, смотрите, у нас в каждом креплении в базе есть вот такой кругляшок и еще есть такой диск. Этот диск прикручивается к доске. Да, ну, вот он он. Вот. Мы можем углы там делать, да, разные. Вот, двигать туда-сюда. Вот. А Burton, они пошли вот таким образом. Они создали систему ЕСТ. То есть у нас обычное крепление, да, ой, обычная система закладных выглядит вот так, да, 4-2, то есть 4 сантиметра здесь и 2 там следующие там между ними. Вот. И Burton сделал вот такую систему. Да. Вот так вот ставим и прикручиваем на два болта. В чем удобство? Быстро регулируется. Не нужно снимать вот эту стельку, открывать ее, там болты эти откручивать. Вы просто два болта раз-раз, чик-чик-чик, сюда подвинули, сюда, вбок. Очень, очень тонко можно настроить и ширину стойки, и поперек, да, поперед сноуборда настроить очень быстро. На самом деле система очень интересная. Вот. Но единственный недостаток – ограниченность в угле. Вы больше 25 градусов не поставите. То есть если вы хотите карвить, хотите поставить агрессивную стойку, то это крепление не для этого. Вот. То есть выше 25 уже не поставите. Да, 25. А? 25. Да, у Дису даже градации 25. Ну, оно даже, ну, как бы я… У меня же есть такие крепления, я же катаю, у меня на кастами такие как раз. И я передний ботинок, вот у меня 21-9, я вот 21 ставлю, и у меня болт уже вот здесь. Да, то есть в крайнем положении ушки. Все, дальше я уже его не могу развернуть. Иначе у меня вылезет пятка. Вот. Прикольно. И он будет неравномерно стоять. Поэтому для крутых углов эти крепления не подходят. Угу. Вот. Но очень удобно, и мне нравится то, что два болта быстро. Раз, раз, чик-чик, все. Прям, ну, классно. Единственный минус этих креплений, что эти крепления только для доски Burton с системой закладных channel. Если вы купили такие крепления, вы ограничены досками Burton и еще Endover. Да, там что-то вышло, но мы не знаем. Да, Endover мы пока не цитировали. Лягушки. Лягушечки, но я не брал. Ну, это для жесткого ботинка. У жесткого ботинка есть рант, и вы можете использовать лягушки на жестком сноуборде. И также на скитуре тоже используются лягушки, если вы скитурите в скитурном жестком ботинке. Про мини-диски будешь рассказывать? Да, у нас есть крепления, и, как я говорил, что есть диски. И вот смотрите, у меня есть два диска. Один побольше, это старого формата, и вот такой более новый, ну, как новый, относительно этого диска. То есть сначала большие были, потом вот такие маленькие начали делать. Сделали для того, чтобы якобы доска лучше прогибается под маленьким диском. Не знаю, насколько она лучше, но, видимо, да, потому что, ну, как бы, меньшая площадь, прикосновение, да, ну, наверное, действительно, как-то лучше доска прогибается. Но заморачиваться, заморачиваться, прям сильно не надо. Если вам подошли крепления с большим диском, не стоит же речь о том, что у вас на мини-диск не подошел, да, там, к примеру. То есть и то, и то рабочее, и нормально себя все чувствует, и можно кайфовать и на том, и на другом. Так, и еще у нас… Так-так-так-так-так-так, я залез, естественно, в Дебрик. Там, я думал, что только степон. На самом деле, очень прикольно, что сейчас что-то развивается. Когда вышел степон у Бертона, появилась Клю. Это где у вас там хайбэк открывается. Да, можно ходить. К2, тоже хайбэк куда-то. Вот эта штука, даже я проехался. Вот, и у нас тут Лидрикер Суперматик. Суперматик. Я катался только в этом. Ничего из этого я не знаю. Вот, вообще. Вот, кто знает, напишите. Серьезно, мы не можем советовать то, что мы не тестили. Но мы взяли это в руки. Вот, и тут, типа, коллаба, можно... Тут есть рычажная система. Главное не сломать. Есть качелька. Главное не сломать. Дорого-богато. Дорого-богато. О, и, короче, вот так можно вставить ногу. Вот, и... ХОБА! Что-то, что-то типа флоу. Ну, здесь еще какая-то педаль. Но ты можешь без этого сделать. И тут, короче, такая бакля. Большая, прикольная. Стреп-стреп. И стоит денег. Вот, и вот есть все. Да, мне на самом деле тоже это интересная система. Я бы с удовольствием покатался, бы посмотрел, как это все работает. Потому что, ну, действительно, и ты можешь и быстро застегнуться, и в то же время... Не работает. Да нет. Бакли не декер. Бумажка заела. Нет, бакли нитро. Пожалуйста, сделайте нормальные бакли. Да, проданы. Блин, какие они ужасные, конечно. Да. Нитро. Сделайте хорошие бакли нитро. Отстой, полный. И гребенки. И гребенки просто. А так крепление хорошее. Я катаю, мне нравится. Ну что, серьезно? Короче, если все, если так срезюмировать, классика, надега работает. Степон, ботинок, если сядет, то круто. Все остальное, это спорт. Бертон тоже удобно. Все остальное экспериментируйте и присылайте. Мы не знаем способ монтажа. А, ну вот то, что мы уже, в принципе, немножечко коснулись. Да, у нас есть диск, у нас есть мини-диск, да, то есть иногда производители с большим диском делают, иногда с маленьким диском. А, вот это 3D же, да, вот это? Да, значит, смотрите, у нас в основном сейчас все используют систему закладных 2.4. Это старая система закладных 4 на 4. Чем хороша 2.4? Тем, что более точно вы можете настроить ширину стойки. Либо просто, либо подвинуть оба крепления к хвосту, либо к носу, ну, если вам это нужно. Крепление 3D, старая система у Бертона. У меня такая была супермодель. Вот. Ну, в продаже сейчас этого нет, если только где-то на специализированных сайтах. Да, смотреть бушное. Потому что Бертон перешел на Ченнел. Вот. Ну, такие у нас системы. У нас сейчас в основном либо Ченнел, либо 2.4. Вот это, ну, редко можно встретить 4 на 4. Может быть, где-то есть, но я вот так в магазине смотрю, но нет уже. 2.4, либо Ченнел. Окей. Ба-ба-ба-ба-ба-бам. Жесткость креплений. Как проверить жесткость креплений? Давайте, да, вкратце расскажу. Если у вас будет жесткий крепление, доска будет быстрее реагировать на ваши попытки управлять. И тоже ошибка — это брать мега что-то жесткое. Карбон, титанал, металл там за бешеные деньги. Вот. И жесткость складывается из базы, из хайбэка и стрэпа. И, ну, понятно, хайбэк, он для заднего канта. Если что, у нас задний кант включается от переднего. Вот. И сейчас Аня чуть позже покажет. Но я это чувствую очень сильно, если хайбэк жесткий. У меня были жесткие крепления. И я очень хорошо чувствую, когда вот эта стрэпа, да, клево облегает ботинок. Вот. Мне это все очень нравится. Вот. И все. Дальше будет Саня. Саня говорит. И все. И все. Да. Как проверить жесткость? Ну, на самом деле, жесткость вы лучше всего проверите ногами, когда вы их стегнете. Что-то, да, извиняюсь, я перебиваю. То, что вы там все гнете и смотрите, гнете, и вы только поймете жесткость, когда, да, вы возьмете и проедете. Только так. Иначе никак. Вот. Да. Либо, смотрите, обычно производитель указывает, ну, на нормальных сайтах, магазинах тоже указывают, что, типа, крепления жесткие, либо мягкие. Ну, вот можно попробовать погнуть хайбэк, да, вы можете почувствовать, что один хайбэк будет легко гнуться, а другой будет более такой жесткий. Вот. Но, опять же, это нужно хорошо чувствовать. Ну, что тут самое жесткое? О-о-о-о. А то думают, это, типа, чем дороже, знаешь, тем больше для смарт-сменов, тем жестче. Нет. Дорогие мягкие крепления тоже могут быть. Вот. Обращайте внимание на то, что пишет производитель, либо на сайте, вот. Ну, и повезет, если вам попадется хороший продается-консультант, который, ну, в этом шарит. Ну, нет. То есть. Я понял, сколько его знаешь. Берешь одно, потом другое. Ты понимаешь. Допустим, форсы, атласы. Да, попробуйте погнуть. Контакт по СТР. Только так. Кататься надо, ребят. Идете в прокат, берете разные крепления в дальнейшем. Вот. И мой совет, как и Саша, ботинок, жесткость ботинка должна быть по жесткости крепления. Да. Все. Вкратце. Совместимость с ботинками. Рассказывай. Ух ты. Ух ты, что это? Ух ты. Да. Как выбрать? Ботинки нужно, то есть крепление нужно подбирать по тот ботинок, который вы выбрали. И здесь представлена таблица, примерно как производитель позиционирует свои размеры в соответствии с размерами ботинок. Ботинок. Вот я знаю, что от 44, если у вас размеры выше, это уже идет L, до 44, от 41 до 44 это M, и от 38 до 41 это S. Но это все условно. Я иногда могу и в M покатать, если они хорошо сидят. Потому что я катал Union Force в твоих, кстати, M, и я катал в 44-м ботинке. Потому что ботинки одного размера, но разных моделей и брендов могут быть узкие, могут быть широкие. Делюксы мои 43-ю влезали в L-ку. 32 Тимы влезают в M-ку. Бывает даже такое, иногда, например, ботинок заявлен, допустим, 42 и 44, но это размер внутренника. А внешник-то он может быть другой. Да, и у нас у учеников был такой случай, что у него побольше размера, у нее поменьше. А внутренники, наоборот, у нее оказался, ой, этот внешний ботинок оказался больше, чем у того. Понял, да, в чем фишка? Цифры разные, а по факту внешник больше оказался с размером меньшим внутренника. Как выбрать? Вот так бывает, да. И как выбрать? Вставляете ботинок. Нет, у крепления есть размер. Да. Там S, M, L, либо пограничка. Хорошо, что мы взяли правые ботинки. Да, я взял L-ку. И примеряете, да. Вот. Влазит, влазит. Зазоров больших нет между ботинком и креплением? Да нет, здесь все нормуль. Затягивай. Вот этот ботинок подходит сюда. Да? Типа-типа. Сейчас покажем. Смотрите, иногда бывает вот эта часть, вот эта вот часть, вот нижняя, да, вот здесь вот небольшой зазор. Вот иногда бывает сюда ботинок не влазит. То есть база крепления узкая оказывается для ботинка. Вот. Или наоборот бывает, что колодка узкая, а база здесь широкая. И у тебя может быть здесь зазор в два пальца. Видишь? Вот. Хотя ботинок там, например, рассчитан на, ну, как бы там, тот размер, который ты в него сейчас вставляешь. Вот. Здесь зазоров не должны, не должно быть. И он должен спокойно сюда залазить. Вот этот ботинок сюда подходит. Все. Я выгоню. Да, у вас... Настраивать. Вот Саня держит. Пятка должна сесть в дугу. Да. Да. И должен быть минимальный зазор. Вот тоже сказал Саня. Если там вот... Два пальца, если сюда, ну, тогда лучше другую базу выбрать. Ботинок, да. Ботинок входит. Вот. Мы чуть позже расскажем про все вот эти настройки. И поэтому, если вы идете в магазин, выбирайте крепление, брать что нужно? Ботинок. Ботиночек. Настройка. Погнали. Так, мысок и пятка должны примерно одинаково выступать. Как можно отрегулировать? Смотрите, в данном случае у нас здесь нет таких. Но иногда бывает в некоторых моделях вот эта пяточка регулируется. Она может быть больше, под больше ботинок и меньше. Да, там на болтиках может выезжать, может заезжать. Да, вы можете регулировать выступ этой пятки. Здесь этой системы нет, но здесь плюс-минус ботинок одинаково выпирает. Поэтому, в принципе, эта база ему подходит. Вот. Плюс еще педаль газу мы можем регулировать. Больше, меньше ставить. Вот. Ремешки, то есть не ремешки, а стрепы должны быть четко посередине, да, чтобы она не была где-то сбоку завалена или сюда уходила. Да, у нас есть специальное отверстие, где мы можем передвинуть сюда или сюда, поменьше, побольше. Иногда бывает вот этот нижний стреп на базе, есть два деления, побольше или поменьше. То есть, если у вас большой ботинок, значит, вы ставите сюда поближе, да. Если маленький ботинок, соответственно, вы можете сюда поставить и, соответственно, регулировать ремешок. Вот здесь этой системы нет, но здесь, в принципе, она... Наберта не будет. Для данного ботинка она здесь и не нужна, вот. А так бывает здесь такая штука. Может быть, здесь есть? Возможно, да? Да, вот здесь вот она с двумя этими отсеками. Можно вытащить ее и поставить на нижний, да. Либо вытащить и поставить на верхний, да, чтобы регулировать нижний ремешок. Хайбэк, сань. Хайбэк, да, хайбэк должен плотненько прилегать, облегать ботинок, да. Он у нас может настраиваться по наклону. Обычно вот такие замочки бывают. Вы открываете... Ну, сейчас нужно его снять просто. Вот, открываете замочек. И вот она двигается, эта штучка. Да, вы можете ставить маленький угол атаки, либо поставить более агрессивный угол атаки, да. То есть, больше, более точно и резче будет передаваться усилие на задний кант, когда вы сделаете большой заклон. Вот. С этим нужно играться, но для начала лучше поставить вот так. И от этого положения смотреть. Если у вас большой зазор, то чуть-чуть его наклонить, да, чтобы уменьшить зазор. Сильно агрессивно пока не нужно ставить на начальном этапе. Вот это уже больше для тех, кто понимает, зачем ему нужно увеличить атаку хайбека. Очень важно, чтобы ваш ботинок хорошо, пятка вставлялась в крепление. Бывает так, что ботинок не совместен с этим креплением. Вам очень тяжело это сделать. Есть так, что вы прям с трудом туда вставляете. Вот, и да все, мне кажется, сказали. Вот, да, тут пример, как правильно стоит ботинок, как неправильно. Он смещен назад, вперед. Да, здесь показано, здесь у нас пятка выпирает, здесь наоборот. А, нет, здесь носок выпирает, да, показано красненько. Здесь показано, что пятка выпирает больше. А здесь показано оптимальное положение ботинка, да. То есть мы должны отцентровать его относительно базы. Здесь мы показываем, что здесь угол хайбека должен плотненько прилегать. Потом стрепы, да, посередине должны быть. Это там не нужно. Да, по поводу углов и ширины стойки. В процессе обучения, в процессе вашего совершенствования катания очень важно поиграться шириной стойки. Мы чуть позже скажем, как это делать. найти свою ширину, скорее всего, будете ее сужать. Ну, может быть, и расширять, кто знает. И углы — это пример. Мы все разные, у нас всех разная анатомия, разные стили катания, есть разные углы. И мой совет — покататься с разными углами. И фристайловая, и смешанная стойка, и направленная. Просто каждая стойка, вернее углы, крепления, они больше либо эффективны. Допустим, если у вас будет очень узкая стойка, вам будет сложно, не знаю, баланс переносить, очень широкая, будете на шпагате ехать. А что по стойке, по ширине, Саня? Помнишь, мы там рассказывали? Да, есть такой способ. Если вы не знаете, на какую ширину поставить стойку... Вообще, что такое ширина стойка? Это расстояние между креплениями от середины крепления. То есть у нас есть диск, он вот так будет стоять у вас. Это расстояние от середины одного диска до середины другого диска, другого крепления. Вот это расстояние и называется ширина стойки. Как она определяется? Вы берете вот такой метр, берете свою ногу без ботинка и меряете расстояние от пола. Саня, не видно, надо показать там. Там Алексей снимает крупным планом. Возьмите крупным планом меня. Да, вот у нас есть коленная чашечка, и вот до середины коленной чашечки это и будет ваша так называемая естественная ширина стойки. И уже от этой стойки вы будете плясать как в большую сторону, так и в меньшую сторону. В меньшую сторону стоит плясать, если у вас направленная стойка. То есть нужно будет чуть сужать крепление. Если у вас смешанная стойка, то есть передняя нога в плюсе, задняя в минусе, к примеру, либо в нуле, то тогда вы от этой стойки можете чуть расширяться. Я катаюсь в такой стойке, в смешанной, и я как сделал? У меня есть моя естественная стойка, это 54 у меня расстояние. Ширина. Да, ну расстояние. Но я катаюсь в стойке 57. То есть я себе прибавил 3 сантиметра, и я себя наиболее комфортно чувствую в этой стойке. Иногда 56-57 катаюсь. То есть пришел опытным путем. Да, просто по ощущениям я пришел к этой стойке. Хотя я катал и 60. Да, но когда я поставил себе 57, я почувствовал себя намного свободнее, менее скованным, и мне понравилось это. Какие у нас бывают стойки? Бывает стойка DuckFood, когда у нас симметрично крепы направлены. В данном случае плюс 15, минус 15. У вас может быть 12, минус 12. Направленная стойка, это передняя в плюс, и задняя тоже в плюс. И смешанная стойка, когда передняя в плюс, задняя в минус, но не симметричный минус. В отличие от DuckFood. Расскажи, чем плюс от минус отличается. Плюс это крепко направлено в сторону движения. Минус это направлено в противоположную сторону. Да. Да, но это по отношению к ведущей ноге, да, потому что здесь можно минус нарисовать, а здесь плюс, да, если ты, например, правостоечник, да. Вот, это так, на всякий случай я говорю. Короче, да, расскажу, когда вы учитесь, вам поставят симметричную стойку, потому что у вас будет движение и на правую, и на левую ногу. Дети так тоже будут кататься, ничего страшного, поворот все можно делать. В дальнейшем нужно поиграться со смешанной стойкой. Это не значит, что будет только 21,6. Может быть, 18,9, 24,6, 21,9. Тут даже больше дело не в этих углах, а в ширине. Вот, и в процессе мой совет поиграться, и, возможно, у вас какие-то боли уйдут, потому что мы все разные. Обязательно покататься на правильной стойке. А, кстати, еще такой момент у вас будет, а какой ногой кататься вначале? Двумя. Вот, двумя кататься, в дальнейшем вы поймете, какая будет удобнее. Есть куча способов, где нужно вас столкнуть спину. Ну, вы будете разбегаться, скользить почему-то, там, целая, да, статьи, да. Вот, короче. И тогда работает, иногда не работает. Да, это настолько все, какой ногой вы шагаете, какой ногой вы пинаете, там, столько всего. Мой совет кататься сразу на две, и в процессе вы поймете. Да, бывает такое даже, ну, вот это вот в моей практике несколько случаев было, что человек на сноуборде катается так, потом приходит на занятия по лонгборду, и ему удобнее вот так кататься. Вот как это объяснить? Почему на сноуборде в одну сторону удобнее, а на лонгборде, на скейте в другую сторону? Как это объяснить? Я не могу это объяснить. Мой девиз кататься на две ноги, и вы, потому что весь скейт, весь вейк, весь кайт, весь винсерф, весь винг, это катание на две ноги, весь фристайл, катание на две ноги. И, короче, что у вас не развивалась одна блока, это катание на две ноги. Вот, да, какая-то будет удобная, вы поймете это дело в упражнении с инструктором. Вы сразу поймете, какой ногой вам вперед удобно ехать вниз, какой нет. В методике есть упражнение с одной пристегнутой. Вот, там будут моменты, когда вас попросят делать какие-то упражнения для баланса, и будут определять вашу стойку. Итог по креплениям, потому что у нас финал. А, мы забыли сказать еще один важный момент про хайбэк. Я добавлю, что очень важно, что была регулировка хайбэка, опускание. Очень круто, когда хайбэк можно вот так вращать. Потому что в процессе катания регулировка поможет вам и карвить, и играть с торсионкой. Вращение хайбэка, если у вас большие углы, лучше передавать усилия. И все это очень круто, когда есть разные возможности. И еще есть кантинг. Рассказывай. Кантинг. Вкратце. Ну, это такая... А что, на самом деле, смотрите, у него аж... Он новое слово узнал, катаясь 20 лет. Да. Сход, развал, ног, Алексей. Ну, да, есть в некоторых креплениях производители делают... Получает жизнь коленями. Делают такую штуку. Если посмотреть на базу... Ну, в данном случае здесь кантинга нет. Здесь плоско стоит. Да, вот эта стелька, она плоская. Вот он есть, Сань, да? Да, здесь есть. Немножко, немножко вот эта вот стелька, она завалена внутрь, да? Ладно, сюда поставим. И у вас получается, что иногда бывает крепление вот так стоят, да? Ну, то есть плоские вот эти стельки. А иногда бывает, они немножко завалены чуть внутрь. И вот когда вот они завалены внутрь, это чуть-чуть добавляет удобства, да? Вот что такое кантинг. И когда говорят, я не понимаю, зачем это нужно, я говорю, а ты попробуй их поменять местами, и у тебя ноги встанут вот так, да? Вот, и тогда ты поймешь, зачем кантинг нужен. Анатомический сноуборг пришло, что ты не понимаешь, что это работает. Я тоже не понимаю, что это работает. Прямо сильно заморачиваться, поэтому как бы не надо. Это как бы такая очень тонкая штучка. Вот, но если она присутствует, это дополнительный плюс крепления. Да, итог. Да, мы про стойки не сказали, что для новичков желательно первую стойку. Ну, давай. Да, это стойка DuckFood, да, когда у нас симметрично, в плюс-минус, это подходит для новичков, когда еще не понял, какой ногой кататься, у тебя только первые шаги, либо для тех, кто катает фристайл, да? То есть им нужно и в свече ехать, и в своей стойке. Вот, могут такие углы применять. Дальше, направленная стойка. Это уже для людей, которые, скажем так, катают, например, какие-то скоростные вещи, например, карвинг. Я использую направленную стойку иногда во фрирайде, потому что мне нравится, когда я могу коленочку вот сюда вывести. Не туда она у меня стоит, а внутрь. Вот. И в карвинге тоже я направленную использую стойку. Смешанную стойку я использую, когда я обучаю, либо когда мне нужно себя хорошо чувствовать в свече, да, что-то, какие-то трюки поделать, либо там подавить хвостик, да. Подавить хвостик. Подавить хвостик, да, чтобы там сделать какое-нибудь интересное движение. Либо для того, чтобы новичку показать, ну, или ученику показать поворот в его сторону, потому что не всегда люди могут понять, что от них требуется, как делать, если ты делаешь… Визуалы чистые. Да, визуалы, да. Ты делаешь свою стойку, он такой, а в мою можешь? Я говорю, ну, давай в твою. И когда ты стоишь в направленной стойке, не очень удобно показывать, да, поэтому я прибегаю к смешанной стойке. Вот. Какую выберете вы, ну, это… Короче, в основном, да, в основном катаются в смешанной. Как мы сказали, нужно попробовать все, но начать со смешанной. Если вы не поможете. Ой, начать со стойки DuckFood. Вот, плюс ширину мы сказали, как ставить крепление, да, это ваша естественная стойка, и там вы прибавляете там 2, там 3, 1 сантиметр, либо, может быть, и эту оставите стойку, да, то есть, ну, пробуйте, как вы себя комфортнее чувствуете. По креплениям. Сначала ботинок, потом крепление, да, порядок покупки. Вот. Потому что очень важно, чтобы на вас очень хорошо сел ботинок. Если ботинок плохо сядет, вам все равно будет уже, что у вас там за крепление и какая доска. Да, примеряем с ботинком. Покупаем по уровню и стилю катания. Да, если вы новичок, тогда стремитесь к мягкости. Если вы уже опытный человек, то это средняя жесткость. И если вы уже понимаете, зачем вам жесткие ботинки, ну, тогда жесткие, значит. Настраиваем крепление, мы сказали, да, центруем верхний, нижний стреп, выдвигаем, задвигаем пяточку, да, смотрим, как у нас пяточка гуляет. Здесь педаль газа у нас тоже двигается. И хайбэк по уровню наклона подбираем. И еще он, да, у нас может вот так вот вращаться в одну сторону, в другую. То есть если вы берете и на доске ставите очень агрессивный угол, да, там 36 у нас был, да, то видите, у нас хайбэк уже смотрит куда-то вот сюда. Поэтому мы должны его немножечко вот сюда развернуть, в эту часть, чтобы он передавал усилие на задний кант. Вот, это действительно работает, и к этому тоже нужно отнестись ответственно. Покупаем ремкомплект и отвертка. Да, важный момент, отвертка. Отвертка должна быть маленькая, компактная, не вот такая. Была там спарковская неудобная, которую я сломал уже три. А на самом деле… Ой, что упало там? На самом деле это неудобная отвертка, она просто комплект, потому что если вы приложите усилие, вы сломаете… Но я скажу, зачем она нужна? Потому что есть спидбордические, кстати, крепления, мы их не вставили сюда, это отдельная тема, но не есть для скитура. И там очень много всяких болтиков, шестиграничек, есть звездочки. И это все оборудование, оно постоянно откручивается, что-то происходит. Да, вы можете поставить на фиксатор резьбы, мы что-то ставим. Вот, и за этим нужно постоянно следить. Я всегда беру отвертку, у меня еще есть цикля, чтобы скребать. Да, можно скипас, но я не раз сломал скипас, у меня цикля такая есть, можно скипасом. У меня всегда есть с собой все, что может сломаться, потому что вот эти маленькие болтики, вот эти гребешки на морозе лопаются. Я пришел к тому, что я еще отдельно вожу вот такую штуку теперь, вот, и сразу моментально, да, потому что я сломал, не, у меня все это в рюкзаке, сушилка, да, сразу, 25, 75, все меняю, да, угол, фенометр. Все, все такое в карманах такое выходит, я заряженный. И на заднем каньке вот так поехал, на стрелку. Со скальзыванием. Да, 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 поэтому... Отвертка должна быть? Да, вот такая. Маленькая. Ну, мне нравится, когда она Т-образная, есть рычаг, у Бернка тоже прикольная, вот, короче, она нужна, и просто проверяйте свое оборудование, подкручивайте. Периодически. Да, все это откручивается. Я видел, когда ломается диск, вот, я видел, короче, народ, все разваливается, просто купите ремкомплект. Если у вас редкие крепления, найдите их, либо найдите донора. Вот. Все, проверяем, подтягиваем болты. Что я хотел сказать, важно. О том, что катание должно приносить радость и удовольствие. Да. Наша лекция подошла к концу, если у вас есть какие-то вопросы, мы готовы на них ответить. Все понятно, ничего не надо. Подписывайтесь, не, не подписывайтесь, приезжайте на тренировки, Москва, в горы, мы вам все расскажем. У нас есть куча оборудования, можно потесить, либо поговорить. Но, помните, вы можете долго обсуждать, какая доска лучше, крепление, ботинки, но только тренировки и катание сделают из вас крутых, стильных райдеров, а не диванных экспертов. По-любому, если я скажу, что флоу отстой, там начнется, короче, все, пробуйте, и только после этого у вас придет палитра вот этого всего, и вы можете. Вот. Ну, нам нравится, мы берем разные доски, мы меняемся. Вот я взял у этого гангстера 150, ты его, что там у тебя? Каруа, Саня там, да, нашел у Росиньола, везде есть интересные модели, да, не рассказывай. Вот, поэтому пишите в комментариях про ваш путь, может быть, просто какие-то интересные модели. Мы есть во всех социальных сетях, можно на всяких чатах добавиться, вот, общаться на эту вещь. Все? Peace, спасибо, мы уложились. Ура! Ура! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok